Друзья, всем привет! Сегодня у нас 28 декабря 2019 года. Я нахожусь напротив нашего отельчика, бутик-отель Ева, где мы остановились на декабрь-январь. Сейчас я вам покажу вкратце, как он выглядит снаружи. Внутри сниму в следующем ролике, а здесь покажу, где он расположен, и пройдусь по набережной Каньелты. Переключаю камеру. Итак, вот там вдали горы здесь наш бутик-отель Ева Хотел. Это абсолютно новый отель, открыт примерно 4 месяца назад. Несколько месяцев назад его построили, открыли. Внутри большие номера. Наши окна, вот эти два, раз, два. Вот эти два окна наши. Номер наш. Номера просторные, большие. Санузлы тоже огромные, просторные. Итак, здесь он находится прямо за отелем Сиа Лайф. Примыкает кафе Шекспир. Бистро. Сеть кофеен. Бистро Шекспир. Здесь парк. И вот уже набережная Каньелты. Море. Одна минута ходьбы до моря. Сейчас местного времени сколько у нас? 9 утра. Нет, уже полдесятого. Полдесятого утра местного времени. Небо с небольшой облачностью. Вот мы проходим отель Сиа Лайф. Пальмы растут кругом. С утра ветрено. Слегка прохладно. Но вот появляется солнце из-за облаков. И сразу, мгновенно, становится тепло. Конец декабря. Через пару дней, как говорится, Новый год. Но если на небе солнце, то ощущение, как лето. Не подумаешь, что это зима. Самый пик зимы. Даже не подумаешь об этом. Кстати, когда... Вот, смотрите, горы. Там вот на вершине виден телеферик. Подъем на вершине горы на телеферик. Пойду вот по этой дорожке. Специальная прорезиненная дорожка. Черная для бега, для ходьбы. Вот рядом идет синяя дорожка. Это велосипедная дорожка. Ездят на велосипедах. Вот парковка для велосипедов. Вот так вот это сделано набережная. Охрана стоит. Водка охраны, полиция. Велосипеды брать. Полторы лиры за час. Вот какие сосны. Кругом идут кафешки. Люди занимаются спортом. С утра гуляют. И море. Прекрасное средиземное море. Вода чистейшая. Я вчера купался днем. 27 декабря. Я вчера купался. Заснял это. Выложу скоро. Отели кругом практически пустые. Так как не сезон. Каньелты. Набережная. Вот так вот прекрасно идти тут гулять. Всем рекомендую приезжать в несезон. Анталийская зима прекрасна. По крайней мере, Анталийский декабрь это точно прекрасно. Насчет января, февраля не знаю. Не могу утверждать. Но в декабре тут точно очень хорошо. Первый раз в декабре мы прилетели в прошлом году. На пробу. Так сказать. Испытать на себе. Что значит Анталийская зима в декабре. Пожили здесь неделю. И нам очень понравилось. В этом году мы решили захватить декабрь и январь. Провести Новый год. Встретить Новый год здесь. Пока нам все очень нравится. Был всего один дождливый день. Когда дождь шел. Ну в течение дня, можно сказать. Как бы и утром, и днем шел. И вечером шел. А все остальные дни были с переменной облачностью. Бывало, что иногда дождик шел. Но так, короткий. Правда, один раз вечером мы попали под ливень. Ливень был очень сильный, очень мощный. Начался поздно вечером. И шел, ну долго, почти пол ночи, наверное, шел дождь. Мощный ливень. Вымокли прямо до нитки, так сказать. Очень сильно вымокли. Мощные потоки воды лились. По дорогам реки были. Вот люди катаются на велосипедах. Очень здорово. И когда мы шли до отеля, по этим рекам, текущим по дорогам от дождя, прям воды было по щеколотку. Вся обувь, все было сыроще. Но нормально. То есть, никто ничего не простыл. Вода дождевая, на этой реке, от дождя, конечно же, были прохладными. Но не сказать, что ледяными. Вода не ледяная была. Все промокло. Пришли в номер. Все просушили и все хорошо. Посмотрите, какое море прекрасное. Прекрасное, чудесное море. Баскетбольная площадка. Вот это построили комплекс со своим бассейном, внутренним, наружным, отопляемым бассейном. Кафе, рестораны внутри будут. Наполнение квартир дорогое. Дорогая бытовая техника стоит. Ведущих люксовых марок. И в этом доме квартиры, наверное, самые дорогие, что во всем конъюнты расположены. Я думаю, что, наверное, даже в Анталии. Вот это самый дорогой дом, самые дорогие квартиры. То есть здесь цена начинается от 3600 лир. В общем, почти 4000 не лир, а евро, договорился. Около 4000 евро просят они за квадратный метр. 3600 или 3800, как-то так, евро за квадратный метр просят в этом доме. Самая дорогая квартира в этом доме. 1 миллион 800 тысяч евро. Это Каньялтыбелли-Диэйси. Это администрация района. Стоит здание административное. Работает администрация района здесь. Ну, а мы идем дальше. Сегодня мы решили дойти до ярмарки, которая проходит на площади Мейдан, если я правильно говорю. Майдан, Мейдан, как-то так называется площадь. До нее идти пешком вот таким быстрым шагом минут 30-40 может. Но за час точно дойдем мы до этой площади. Там хотим купить пехмес, кородут. Кородут это из черной шелковицы. Вываренный сок. Причем не вываренный, а его выпаривают. Вот так сказать правильно. Выпаренный сок. При низких температурах. Температура не выше 60 градусов Цельсия. И в течение двух-трех дней сок выпаривается. Загустевает. И получается такой густой сироп. Чистый сок без всякой... без сахаров. Без ничего. То есть чистый сок из шелковицы. Очень полезный для здоровья. Очень хорошо бодрит. Его рекомендуют всегда пить при усталости, при физических нагрузках, от простуд, для поднятия иммунитета. очень хорошо помогает. Мы всегда его набираем несколько бутылок и у нас в среднем уходит бутылка в месяц уходит этого пикмеза. Обычно растворяем на стакан воды одну столовую ложку на стакан воды и выпиваем. Очень вкусно и очень полезно. Давайте покажу вам в ускоренном темпе. Чтоб вас не утомлять, покажу в ускоренном темпе как мы идем по набережной конделции. Переключаю в ускоренном поснимал для вас друзья немного на гиперлапсе ускоренная съемка чтобы как-то немножко оживить наш путь потому что набережная канилты очень длинная от начала вот оттуда вот от тех домов начинается да и там вот здание и вот туда вдоль моря вот туда в конец самый уходит за порт это более 7 километров длина набережной канилты и в течение вот этих вот 7 километров вот так вот все вот сделано посмотрите друзья вот такие фонтаны сейчас он не работает но вот из этих сопел такие сделаны сопла распыляются тут вода и подсветка идет очень красиво когда это все работает летом несколько таких фонтанов постоянно через каждый там сколько-то сотен метров спортивные вот такие площадки с тренажерами детские площадки кругом высажены деревья сейчас зима они облетели вот эти вот лиственные деревья облетели кругом кафешки все красиво украшено пальмы растут сосны эвкалипты изумительное море горы лариса с утра взяла пироженку в одном из таких кафешек за 12 лир 2 доллара огромная порция огромная преогромная и вкусного вкусно что за что за пирожное было ну как называется что это такое сложно сказать бисквит шоколад шман такой как это самое сверху залитая глазурью нет не глазурью даже желе розовое шоколадная корзиночка фигурная в этой корзиночке какой-то вкусность такая в общем что-то шоколадное пирожное в корзиночке кирамису и сверху живая ягодка виктория о как здорово у меня в слюне потекли от описать а вот не надо было идти другой дорогой тоже а я успел зайти в гриль хаус с утра пока женщины ели пирожные я успел зайти в гриль хаус погода настраивается утренняя прохлада уходит становится все теплее теплей посмотрите какой большой эвкалипт эвкалипт и сосна от эвкалипта очень сильно идет очень сильно аромат посмотрите какой и ствол у дерева как будто нет коры как будто это голые дерево на самом деле это вот такая корона посмотрите а вот листья эвкалипта вот такие листья очень ароматное дерево а крона сосны огромную я уже говорил в прошлых роликах в турции очень строго следят за посадками за деревьями если где-то растет дерево его спиливать ни в коем случае нельзя за это идет огромный штраф плюс тюремный срок и опахнуло ароматом от дерева и если в этом месте строят допустим какое-то большое здание ну допустим отель то нередко новые отели строят так что деревья которые растут допустим вот на территории этого здания дерево продолжает расти внутри этого отеля смотрится очень стильно и поначалу мы думали что это дизайн что это дизайнеры так запланировали а оказывается нет это не дизайнерский ход что дерево растет внутри отеля собственно им 3 отеля растут там или оливковые деревья внутри отеля прямо внутри здания нет это не дизайнерское решение это именно исходя из законов турции что нельзя спиливать Деревья, их оставляют расти, они продолжают расти внутри здания. Вот мы уже приближаемся к городу. Вот это впереди белое здание, вот это вот светлое. Это отель Су. Вот это океан Ариум. Вот там видно колесо обозрения новое, которое построили, сдали, так сказать, в эксплуатацию, начало работать, если я не ошибаюсь, с этого года оно вроде начало работать, с начала этого года. Это колесо обозрения по высоте стоит на втором месте в Европе, на первом месте в Великобритании, в Англии на первом месте колесо обозрения по высоте, и в Анталии на втором месте, среди всех европейских колесо обозрения. Вечерами оно очень красиво подсвечивается. Яркие узоры, краски, так скажем, святомузыка. Друзья, я сейчас нахожусь у лифта, который поднимает с набережной Каньелты, и на этом лифте можно подняться вот туда наверх, там где стоят отели Риксос, Даунтаун, Фазелис, ну и чуть дальше Су. Лифт сегодня не работает, отключен, сегодня у нас 27, нет, 28, сегодня 28 декабря, лифт не работает, поэтому идем по старой дороге, вот туда наверх приходится подниматься. Эвкалипс растет. Цветочки, 28 декабря. Цветочки растут, распускаются. Очень хорошо. На солнце просто чудесно. Замечательные виды. Посмотрите-ка, все хорошо сведет. Как все живописно тут. Просто садись и пиши картины. В общем, живописные виды. Посмотрите, какая арка. Птички поют. О, кошка бежит. Прямо по краю. Белый кошак. Так, все, побежал. Оливковые деревья. И море. Люди отдыхают, сидят вон там наверху. Так, сократим путь по этой лестнице. О, кошки кушают немножко. Посмотрите, какой шикарный вид. Посмотрите, какой шикарный вид. полюбуйтесь горами смотрите какие шикарные красивые горы в облаках просто сказочных вот за кронами деревьев виден отель фалес или фалес скорее всего фалес ударение обычно в конце слова делается о сколько там кошек попробую увеличить для вас сейчас покажу целая стая кошачьи до столовая для кошек и как будто кто-то привез для них положил сихую коробку сосна да 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 Субтитры делал DimaTorzok Какой роскошный вид Посмотрите, друзья Насколько это роскошно Вид Даже не на миллион, а на миллиард долларов Собок отдыхает Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok